Итак, всем здравствуйте! С вами Лави Книгачей и вот-вот это вот душесчипательная книга. На самом деле мне очень нравится стиль, в котором она написана. Я ее уже читала, мне она очень нравится. Надеюсь, вам тоже понравится. В общем, начну. Бал в лечебнице для душевнобольных. Мой прапрадед был смотрителем в лечебном заведении Торвала. А может, это был мой прапрапрадед. Прошло слишком много времени, и нижеследующая история передавалась моей семье из поколения в поколение. Возможно, это чистая выдумка, но мне она была пересказана с намеком на истинность. Не имея детей, дабы пересказать сей рассказ им и отчаянно нуждаясь в нескольких монетах, я решил поведать эту историю вам. Лечебница для душевнобольных, в которой работал мой прапрапрадедушка, была явно не для бедных. В ней содержались лишь душевнобольные аристократы. Эксцентричные герцоги, безумные баронессы, свихнувшиеся лорды и сумасшедшие леди наводнили, отделанные золотом и увешанные дорогими габелинами залы-лечебницы. Но все же много шуму понаделал слух, что невменяемый император Тамриэля, Пелагеус Третий, перевозится сюда из Валенвуда. И когда слух оказался реальностью, вся лечебница обратилась в миловидный, спокойный хаос. Пелагеусу в частное пользование было отдано целое крыло заведения. И хотя он был безумнее шакала, все же оставался его ужасным величеством, императором Тамриэля. Как утверждал мой прапрадед, император вел себя, на удивление, спокойно. Конечно, ему не нужно было встречаться с простолюдинами, которые под любым предлогом приходили в надежде поглазеть на своего сюзерена. 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 Субтитры готовил немедленно провести бал. Роскошное празднество с музыкантами, танцами и трапезой прямо здесь, в приюте для душевнобольных. Или, точнее, в отведенном ему крыле. Слухи о желании императора провести бал мгновенно распространились по Торвалу, а вскоре достигли ушей императрицы-регента Катарии, дорогой супруги Пелагеуса в имперском городе. Желая осчастливить мужа, она снарядила караван, груженный золотом, и отправила его в лечебницу, дабы бал получился достойным императора. Последний же назначил дату проведения торжества, и подготовка к нему немедленно началась. Старые стены лечебницы были красиво украшены, но нуждались в чистке. Лоджия должна была быть построена для размещения вне оркестра. Наняты слуги для приготовления еды и обслуживания приглашенных, заказаны золотые, канделявры из бена, а также соответствующие им люстры. Старые ковры были выброшены, а на их место возложены новые, оторченные алмазами. Списки гостей должны были быть составлены еще раз, выверены и составлены по новой. При составлении списка император знал, что он должен быть весьма своеобразным, и полностью полагался на своих советников в надежде, что они сообщат ему, кто из гостей указанных в списке жив, кто мертв, а кто просто плод его воображения. Было установлено, что празднество начнется в 10 часов. В 6 цирюльник, вызванный из Торвола, закончил работу над прической императора. В 7 он был полностью облачен мантией, заказанной для бала. Гладкий черный шелк и ворсовый вельвет, инкрустированный красными алмазами. В 8 он спустился понедавно в восстановленной лестнице, дабы лицезреть последние приготовления, зажигание свечей, открытие бутылей с вином, дегустации первого блюда. В 9 он занял свое место на троне, заказанном самолично, и принялся ждать первого гостя. В половину десятого его советник, видя, что глаза сюзерина сверкают безумием, сказал, «Его ужасное величество, конечно же, знает, что на любой бал принято являться с опозданием, хотя бы на час, верно?» Император просто сидел, уставившись в одну точку. В половину одиннадцатого император приказал принести ему еду и вино, и жуя, также сидел на троне, глядя на открытую дверь. Еще через 30 минут он приказал оркестру начинать играть. И последующие три часа музыканты весело играли для пустой, освещенной свечами комнаты. В час ночи император объявил о своем решении удалиться ко сну. Мой дед... Сейчас. Я думаю, надо вернуть предыдущую композицию. Где-то здесь. В час ночи император объявил о своем решении удалиться ко сну. Мой дед был одним из смотрителей, помогавших его ужасному величеству подняться по ступенькам. На полпути к своей комнате Пелагеус в истерике упал на пол, крича и смеясь, требуя принести ему еще вина. Моя мать хорошо рассказывала эту часть истории, закрывая глаза и пронзительно визжа. Еще вина! Еще вина! Вина! Вообразив себя одержимым всеми опировавшими на его так на и не состоявшемся праздничестве. Через два дня его состояние так и не улучшилось. Через два дня его состояние так и не улучшилось. Он резал себя и тех, кто пытался схватить его красными алмазами своей мантии. Вскоре было решено, что Торвальдская лечебница не предназначена для лечения столь тяжкой формы безумия, и он был послан в более надежный приют в Черных Топях. А через три месяца мой дед узнал, что император скончался. Обязанностью моего деда было изъятие личных вещей после смерти их обладателя. Так как в клинике содержались аристократы, то имущество их было довольно дорогостоящим. Спустя несколько лет после балов в лечебнице моему деду приказали очистить палаты одной герцогини, чья ненормальность заключалась в повсеместном мелком воровстве. Думаю, это зовется клептоманией. Закрытые в тайной полке ее стола защищенные ловушкой в виде зазубренной иголки обнаружились разнообразные драгоценности, кучи золота, а также пять больших пачек красиво гравированных приглашений, подписанных детским почерком императора. Такая вот книга. Ну, в общем, книга закончена, и я, пожалуй, откланяюсь. Надеюсь, вам понравилось. Субтитры создавал DimaTorzok